Тема моего доклада звучит так, 15 минут о теории относительности Эйнштейна. Но основную мысль, которую бы я хотел до вас донести, это то, что, на мой взгляд, современный воспитанный человек не вправе тратить свое время на прочтение статей, заметок, информации, просмотров видео в Ютубе, которые олицетворяют лженауку. Что для меня такое лженаука, я тоже постараюсь во время своего доклада вам донести. Может быть, многие из вас часто встречались с такими статьями, как, допустим, ученые опровергли теорию относительности Эйнштейна, или там, Эйнштейн был неправ. Каждый раз, когда вы слышите подобные заявления, либо же читаете какую-то статью с таким заголовком, то мой вам совет – просто закройте этот ресурс и не возвращайтесь на него больше, потому что ничего хорошего он вам не принесет. В сегодняшнем докладе, если Сева сможет починить проектор, я думаю, я смогу вам донести эту мысль более подробно и наглядно. Давайте попробую начать пока без слайдов рассказывать. Значит, первый тезис, который, в принципе, поклонники лженауки пытаются культивировать в обществе, это то, что с момента своего создания теория относительности искусственно внедрялась в массы через средства массовой информации, газеты и так далее. На самом деле, окончательная теория уже была сформирована в 1915 году, и одно из первых практических доказательств состояло в том, что на тот момент физика, в основном это ньютонская механика, не совсем точно описывала движение планеты Меркурий. То есть траектория движения планеты Меркурий не совпадала с расчетными данными. Она вела себя немного аномальным образом. И это впервые было обнаружено французским ученым Урбеном Леверье. Это было в 1846 году. Однако, более 50 лет были разные теории, но никто так и не мог точно описать, каким же образом этого можно было добиться. И Эйнштейн, когда сформировал свою теорию, он проверил. И формулы, математический аппарат, который он привел в своей теории, в точности описывал движение, траектории планеты Меркурий. И для него это было очень сильным фактическим доказательством, что его теория верна. Но ученое сообщество сказало, окей, возможно численно твои данные совпадают, но это еще не говорит о том, что все постулаты, которые ты заложил в свою теорию, на самом деле верны. О, я даже, может быть, сейчас вам смогу что-то показать, помимо своего рассказа. Вот, и никакого бума, и никакой всеобщей любви в 1915 году не было. То есть было воспринято, что да, есть смелая теория, которая дает нам новый взгляд на привычный мир, но действительно ли она такая есть? Так. Ура! Вот структура моего доклада. Грубо говоря, я уже сказал. Итак, первый момент, на который бы я хотел обратить ваше внимание, каждый раз, когда вы читаете какую-то научную статью, вы должны обращать свое внимание, откуда берется материал. Вот в данном случае, да, это цитата из Википедии. Насколько хороша статья, вы можете судить о том, насколько достоверный и качественный источник, откуда берет информацию автор статьи. Википедия – это не самый надежный источник. То есть если какой-то человек попирается полностью на Википедию, не стоит считать это наукой. Вот основные постулаты, которые лежат в основе теории относительности. Почему не сразу приняли эту теорию? Потому что не все моменты, которые в них лежат, мы можем наблюдать в повседневной жизни, а некоторые даже противоречат нашим наблюдениям в повседневной жизни. Например, массивные тела искажают пространство. Когда погода на улице более благоприятная, чем сегодня, многие могли заметить такой момент, когда ты идешь по улице, мимо тебя проезжает какой-нибудь автомобиль, его масса 2 тонны. Никакого искажения пространства не наблюдается. С другой стороны, мимо вас с другой стороны проходит какая-нибудь девушка, 50-60 килограмм, и можно просто ощутить, как пространство искривляется в ту сторону. Ты ничего не можешь с этим поделать. Умштейна все не так. Поэтому если рядом с вами идет ваша девушка, которая разбирается в физике, не нужно говорить, что это все из-за Эйнштейна, искривления пространства. Тем более, если у нее масса больше, чем у той девушки, то наоборот должно быть. Вообще беда будет. Время не абсолютно зависит от системы отсчета. Скорость света не зависит от скорости источника, который ее излучает. Сейчас я попробую более подробно остановиться на каждом из этих постулатов. Ну вот, собственно говоря, то, о чем я говорил, про траекторию планеты Меркурия, 1915 год. Никакого бума не произошло. Все ждали более точного подтверждения именно этих постулатов. И первый постулат про искривление пространства практически можно было проверить, каким образом. Самое массивное тело в нашей Солнечной системе – это Солнце. Как бы это ни парадоксально звучало. И можно посмотреть, каким образом ведет себя свет от далеких звезд, проходя в непосредственные окрестности возле Солнца. Если пространство действительно искривлено, то лучи света, которые мы знаем, всегда двигаются в прямой линии, они слегка будут отклоняться за счет того, что именно искривлено само пространство. Это было возможно сделать в то время. Была только одна проблема. Все мы знаем, что на Солнце в бинокль, либо в телескоп можно посмотреть два раза. Один раз правым глазом, второй раз левым. Оно очень ярко светит, и свет, который проходит в непосредственной близости от него, не виден. Поэтому пришлось подождать 1919 года. В этом году было солнечное затмение. Луна закрыла яркий свет Солнца, и это позволило произвести эксперимент. И ученые посмотрели и определили, что действительно свет от далеких звезд, проходя в окрестности Солнца, отклоняется. Причем отклоняется ровно на то значение, которое предсказывает теория относительности. И вот тогда действительно грянул бум, потому что это было очень четким экспериментальным подтверждением того, что теория верна. В современном мире мы наблюдаем этот эффект как гравитационное линзирование. Когда мы смотрим за светом и далекого источника, вот как здесь написано, здесь изображено, свет распространяется по прямой линии, вот вверх и вниз, как мы можем. В центре здесь у нас массивная галактика, очень тяжелый объект. Он искривляет солнечные лучи, и наш телескоп, в данном случае Чандра, видит два источника, то есть два изображения. Хотя на самом деле это просто один источник, который находится за гравитационной линзой. Таких примеров в современном мире мы видим очень много. Это реальные фотографии. Слева это фотография с Хаббла. Здесь мы видим так называемый Крестенштейн. Вот эти вот четыре точечки, которые здесь увеличены, на самом деле это один яркий источник, который находится за галактикой. Это не четыре отдельные звезды. А справа мы видим гравитационную линзу, которая называется Чижерский код. Ну, по-моему, очень даже похоже. Физики такие люди с юмором. Научная статья, которая вышла и описывала, что происходит в данной гравитационной линзе, называлась следующим образом. Где в зазеркалье Эйнштейн встретил Алису? Дальше. Неоднородность хода времени. Впервые в контролируемом лабораторном эксперименте этот эффект был померен в 1960 году Робертом Паундом и его аспирантом Гленой Репкой. Вот справа на фотографии вы как раз видите Глену Репку во время проведения эксперимента. Это было в Гарвардском университете, вот в этом здании. Одна установка стояла на чердаке, вторая в подвале. Разница составляла 22 метра, но этого было достаточно для того, чтобы экспериментально можно было определить, что из-за разности гравитации ход времени меняется. После этого многократно этот эксперимент был повторен. Один из таких наиболее ярких подтверждений провели три экспериментатора. Это был Джозеф Халфи, Ричард Китинг и Мистер Клок. Три человека. Все трое вы видите здесь на фотографии. Это Халфи, Китинг, а Мистер Клок – это установка из четырех атомных часов. Что сделали экспериментаторы? Они взяли эту установку, сели в самолет и облетели вокруг мира в одну сторону и в другую. Контрольные часы находились на Земле в лаборатории, и они сравнивали, каким образом изменился ход времени в часах, которые летали, вокруг Земли и те, которые были на Земле. И опять-таки экспериментальные данные полностью совпали с предсказаниями теории относительности. В современном мире мы можем наблюдать этот эффект на спутниках GPS. То есть всеми нами любимые навигаторы работают по той простой причине, что в свое время была разработана теория относительности. Для определения координат на Земле принципиально важно, чтобы ход времени в ваших часах на Земле и на спутниках был абсолютно одинаковый. И спутники системы GPS вращаются на орбите 20 тысяч километров над Землей, и ход времени в часах на спутниках отличается на 45 микросекунд. Люди об этом знают и заранее вносят поправки на Земле. То есть когда создаются спутники, часы в них идут на 45 микросекунд медленнее, чем наземные часы. И поэтому система GPS может работать и так хорошо указывать нам путь. Следующий эффект – это то, что скорость света не зависит от скорости источника, который его излучает. Впервые косвенное подтверждение было обнаружено голландским астрономом Вильямом Деситером. Он рассматривал систему из двойных звезд. Все знают, что такое двойные звезды. Значит, как образовываются звезды? Есть облако газа, которое сжимается. В процессе сжатия оно начинает вращаться. Сжимается все сильнее и сильнее. И в определенный момент силы гравитации так сильно сжимают газ, что там запускается термоядерная реакция. И звезда начинает светить. Зажигается звезда. Но бывает такой случай, когда облако достаточно большое, и в процессе сжатия и вращения оно разрывается на две части. И эти две части уже по отдельности каждая начинает продолжать дальше сжиматься. В итоге получаются две звезды, которые очень быстро вращаются вокруг общего центра масс. Они находятся очень близко и очень быстро вращаются. И таких объектов очень много в нашей Вселенной. Даже в нашей галактике их достаточно. И ученые, когда наблюдают за ними, они видят картину действительно двух вращающихся звезд. Если бы скорость света зависела от того, как движется источник, то мы бы не видели этой картины. То есть картина бы искажалась. Но этого не наблюдается. Этот эффект многократно проверяли в космических наблюдениях. Однако с изобретением ускорителей элементарных частиц мы смогли уже проверить этот эффект в лабораториях, в экспериментах на Земле. Это один из последних экспериментов, который был проведен в 2011 году в Курчатовском институте. Что здесь происходило? Электроны разгонялись до скорости порядка 99% от скорости света. Потом в точке М3 они излучали. И стоял детектор, который фиксировал, с какой скоростью идет электромагнитное излучение от них. Если бы была верна теория, то, что движущиеся тела как бы добавляют скорость к скорости света, тогда бы скорость была где-то в два раза больше. Но на самом деле точность все совпала с теорией относительности. Константу С так и не удалось превысить. Но здесь интересно, какой момент. Автор этой статьи описывает, почему был проведен этот эксперимент. На самом деле, в 2011 году ни у кого из научного сообщества не было сомнений о том, что этот эффект действительно будет. И самая большая проблема это было уговорить людей, которые работают на этой установке, что давайте его проведем. Но этот эксперимент провели к 65-летию ученого. То есть, это был своего рода подарок на день рождения. То есть, на самом деле, это настолько тривиальные вещи в научном сообществе, что уже эти эксперименты, это, грубо говоря, такой милый подарок на день рождения. Но ни в коем случае не какая-то серьезная научная работа. Итак, следующий момент, на котором бы хотелось остановиться, это предсказание, которое позволило сделать теорию относительности. В 1916 году немецкий ученый, физик Карл Шварцшильд взял математический аппарат теории относительности и стал проверять, как себя ведет материя в разных предельных значениях. И обнаружил такой момент, что, в принципе, теория предсказывает существование некоторых сущностей во Вселенной, в которых материя будет себя вести не совсем таким образом, как раньше. Он высчитал радиус для этих сущностей, то есть сказал, что вот, математически они есть, никто всерьез это не воспринял и забыли об этой идее на 50 лет. Когда в 1964 году в созвездии Лебедь был обнаружен первый надежный кандидат в черные дыры. То есть на самом деле Карл Шварцшильд буквально предсказал черные дыры. Но, скажем, это предсказание было настолько нетривиально в тот момент, что никто всерьез не воспринял, что не могут существовать Вселенные. И только спустя 50 лет физики действительно обнаружили эту сущность. То есть, мне кажется, довольно-таки сильный аргумент, потому что смотрите, что произошло. Один ученый сказал, что наш мир устроен каким-то образом, составил математический аппарат. После чего другой ученый просто выполнил некоторые преобразования с этим математическим аппаратом. И спустя 50 лет мы нашли это предсказание в мире, в которое, в принципе, даже всерьез никто и не верил. Следующее предсказание, которое позволило сделать теорию относительности, это эффект лэнзитрининга. В чем он заключается? Если мы просто в пространство поместим массивное тело, то пространство слегка исказится. Но если это тело еще будет вращаться, то это внесет дополнительное искажение в пространство. То есть пространство будет слегка увлекаться за этим вращающимся массивным телом. В этом эксперименте мне нравится то, как он проводился. Вот на фотографии вы видите спутник. На самом деле спутник так и выглядел, вот как здесь. То есть Земля, Солнце это в фотошопе добавили, а спутник выглядел таким образом. То есть мне он очень напоминает дискошар. Еще более интересно то, что эксперимент заключался в том, чтобы с помощью лазерной установки светить на дискошар и очень точно определять его местоположение. То есть где-то ученые, ну, мне очень нравится представлять, где-нибудь вечером скорее всего включали музыку диска и мощным лазером светили на дискошар, который вращается на 5000 километров над орбитой. Наверное, все было очень весело. Но на самом деле в 2004 году удалось обобщить данные, которые получали, наблюдая за этим спутником. И действительно данные подтвердили то, что эффект имеет место быть. То есть на самом деле есть дополнительные искажения в пространстве. Еще один интересный момент, связанный с этим спутником. Вот в правом нижнем углу вы видите такую черную пластинку. Она помещена вовнутрь этого шарика, нашего дискошара. Ученые рассчитали, что шар будет вращаться на своей орбите порядка 8000 лет. Через 8000 лет он, вероятнее всего, упадет на Землю. И вот на ней изображено то, каким образом континенты выглядят сейчас и каким образом мы думаем, они будут через 8000 лет выглядеть. То есть это своего рода послание в будущее нашим потомкам. Возможно, кто-то когда-то и прочтет эту открытку. И последний уже новый факт, который вы наверняка все слышали. В конце прошлого года были задетектированы гравитационные волны. В начале этого года была пресс-конференция, на которой об этом заявили. То есть это, пожалуй, одно из последних предсказаний Эйнштейна, которое удалось фактически проверить. Теория предсказывала существование гравитационных волн, но наше оборудование не позволяло нам их задетектировать. У нас не было достаточно точных измерительных приборов. Только спустя 100 лет мы смогли построить измерительные приборы, которые позволили на практике нам проверить этот эффект. Но какой момент хотелось бы вам донести, что в принципе теория относительности абсолютно не описывает все и вся. У нее есть очень четкие границы применимости. Как теория Ньютона, она дает замечательные предсказания, когда мы двигаемся со скоростями во много раз меньше скорости света и в однородном гравитационном поле. Тогда все формулы Ньютона работают замечательно и отлично предсказывают эксперименты. Но как только мы начинаем двигаться со скоростями близкими к скорости света, у нас начинаются расхождения с экспериментом. И здесь замечательно работает математический аппарат Эйнштейна. В то же время, если в формулах Эйнштейна мы устремим скорость, во много раз меньше сделаем скорости света, мы получим фактически формулу Ньютона один в один. То есть никакой противоречия между ними нет. Просто теория относительности расширяет теорию Ньютона, не расширяет, а скорее всего дополняет, описывает мир в тех процессах, в которых теория Ньютона уже не действует. Точно так же есть предел применимости у теории относительности. И мы прекрасно понимаем, что это не последняя теория, и в будущем будет какое-то ее дополнение, которое позволит более полно описать наш мир в тех условиях, в которых теория относительности не дает четких предсказаний. Например, внутри черных дыр теория относительности не дает четкого описания, как будет себя там вести материя. И это уже в будущем будет доказано. И здесь такой момент, что рано или поздно придет какой-то ученый, который дополнит ее, но ни в коем случае не опровергнет. Почему я так люблю науку и научные статьи, и так не люблю лженауку и всякие видео и статьи, которые я говорил? Любовь к науке моя держится можно сказать на трех китах. Первое это предсказательная сила. То, что вся наша научная мысль позволяет нам описывать мир вокруг нас и предсказывать, как он может себя повести в определенных условиях. Второе это то, что каждое наше научное открытие позволяет расширять наш круг знаний. Оно дает нам почву для совершения новых открытий. Как теория относительности позволила в свое время Шварцшильду предсказать черные дыры и Лензе Тренингу открыть этот эффект. Точно так же каждое научное открытие позволяет делать новые, двигаться нам дальше, расширять горизонты нашего сознания. И третье то, что мы на основе этих знаний можем создавать новые технологии, которые улучшают наш повседневный быт, нашу жизнь. Если бы в свое время Максвелл составил свои уравнения, у нас сейчас бы не было мобильных телефонов. Если бы Эйнштейн не создал свою теорию, то в современном виде у нас бы не было наших навигаторов, которые мы все так горячо любим. Но в нашем мире всегда есть люди, которые думают таким образом. К сожалению, это факт, ничего с этим не сделаешь. И что они говорят про теорию относительности? То, что теория Эйнштейна с момента ее создания искусственно внедрялась в массы через СМИ. Я сказал, что на самом деле это немного не так было. Теория Эйнштейна является неприкасаемой догмой для науки на протяжении многих лет. Куча экспериментов была поставлена. То, что я вам сегодня описал, это маленькая часть экспериментов. На самом деле их было в разы больше. Просто к сожалению время мне не позволяет рассказать о многих. И теория Эйнштейн это результат заговора реальных правителей мира с целью не допустить широкую общественность к истинному устройству мира. Это мне вообще очень нравится. На этом пункте хотелось бы поговорить немного поподробнее. Но основное нелюбовь ко всем этим теориям заключается в том, что по большому счету они говорят, что кто-то что-то сделал не так. Но они не позволяют нам никаких открытий делать новых, не создавать итак давайте представим возможно какие-то есть тайное общество которое управляет всем миром и оно хотело увести широкую общественность от истинного устройства мира. Как можно оспорить эту теорию? Как вы это докажете? Вдруг они действительно есть и вас всех обманывают все эти эксперименты все это неправда. История началась в 1927 году на Солевском конгрессе в Брюсселе. На этом конгрессе Нильс Бор представил свою теорию. Теория описывала поведение элементарных частиц. Сейчас мы ее знаем как квантовая механика. И именно в этом году разгорелся самый известный спор за всю историю физики. Альберт Эйнштейн категорически был не согласен с постулатами которые заложил Бор в свою теорию. В частности с тем что некоторые параметры элементарных частиц имеют случайный характер. То на что он сказал свою известную фразу Бог не играет в кости. Он сказал что возможно есть какие-то скрытые параметры которые мы просто не можем обнаружить. поэтому нам кажется что они случайны. А Нильс Бор наставил что на самом деле природа устроена случайным образом. То есть некоторые параметры которые случайным образом меняются. Устройство мира так оно устроено. Этот спор длился на протяжении всей жизни Эйнштейна до конца своих дней он отказывался принимать эту теорию говорил что она неверна и неполная. Этот вопрос смог решить Джон Белл в 1964 году когда написал свою теорию и предложил эксперимент на котором можно действительно узнать есть ли какие-то скрытые параметры которые мы просто не можем обнажить ибо же действительно есть случайность в мире элементарных частиц. он ведет себя случайным образом. Впервые этот опыт удалось поставить группе Алана Аспена в 1982 году и в принципе действительно экспериментально мы убедились что элементарные частицы ведут себя случайным образом. Так устроен мир с этим ничего не поделаешь. Этот эксперимент многократно был проверен и перепроверен. Хотел бы обратить на одну из последних проверок она была в 2010 году группа Томаса Шелди его провела и значит на что хотелось бы обратить ваше внимание ну представьте ситуацию жизнь какого-нибудь ученого лаборанта который сидит в своей лаборатории где-нибудь в подвале ставит опыты тут приходит его руководство и говорит нужно ехать двигать науку он говорит да я как бы не хочу у меня тут зона комфорта все классно дайте мне просто тут работать нет ничего не знаем нужно продвигать науку никакие возражения не принимаем собирая вещи едь в командировку и отправляют его вот сюда это место где был проведен этот опыт Канарские острова между двумя островами Ла Пальма и Тенерифы на одном был излучатель фотонов на другом приемник вот это кстати здесь на фотографии одна из самых лучших обсерваторий по наблюдению за солнцем и вот именно в таких ужасных условиях приходится работать физиком в современном мире для того чтобы раздвигать горизонты наших познаний у меня все в принципе в заключении что хотелось бы сказать чем мне так нравится научный мир почему я его считаю таким замечательным то что принцип науки таким устроен сейчас таким образом что независимо от вашего вероисповедания достатка не знаю там национальности если вы приходите в науку с верными правильными идеями то эти идеи вас прославят и сделают всемирно известными как и произошло с Альбертом Эйнштейном и его теорией в 19-м году в то же время какой бы у вас не был авторитет каким бы вы не были уважаемым ученым и как бы там весь мир вам не поклонялся если вы ошибаетесь то никакие доводы вашего авторитета не смогут убедить людей что нужно думать так что опять-таки произошло с Эйнштейном и Бором в 1927 году то есть если вы правы вы будете молодец если нет к сожалению ничего не сможете с этим поделать и в заключении хотелось бы сказать любите физику занимайтесь наукой тогда добро и истина всегда будет побеждать зло и неверство вот все если есть вы говорили что что какие-то длинные часы залежат от гравитации от массы от чего нет смотрите ход времени зависит от гравитации но массивные тела они создают вокруг себя они создают искажения не только пространства но и времени то есть они искривляют пространственно-временной континуум то есть когда мы говорим про теорию относительности у нас три пространственные координаты и четвертое временное это как бы одно четырехмерное пространство и массивные тела искажают это четырехмерное пространство то есть они искривляют и время и пространство то есть ход времени идет по другому то есть вблизи массивного тела время идет медленнее чем там где ну вдалеке от него где нет гравитации то есть гравитация как бы замедляет время Ну, если я объяснил, или еще какие-то не совсем точно? Просто, если вы возьмете часы, будете на них смотреть, и останетесь здесь. А там, грубо говоря, ваш парень улетит куда-нибудь на расстояние 30 тысяч километров, да, где нет никаких звезд, то у него часы будут идти быстрее. Да, да, конечно. Интерстеллар, у них там еще в час люди действительно старели швидше. То есть это так и будет, что люди, которые находятся в средствах нижней гравитации, будут стареть швидше? Да, ну, у них время идет быстрее. То есть, допустим, ну, грубо говоря, да, у них прошло два года, а у вас прошел год. Вот, то есть именно у них действительно прошло два года, а у вас прошел только год. То есть, естественно, они там через 10 лет будут... То есть, ну, вот так устроен мир. Вообще, по большому счету, что такое время, да, ну, что такое время? Как мы можем судить, вот, часы у нас, да, почему мы можем говорить, что идут время? Ну, потому что время – это, грубо говоря, численная характеристика скорости протекания физических процессов. У вас в часах колышется маятник, да, это какой-то физический процесс, и отчитывает секунду. Ну, если это механические часы, да, если там кварцевые, то там кварцы искажают, да, если это атомные часы, то там атомы колеблятся, да, там, спускают излучение. То есть, это какой-то физический процесс. И когда вы их помещаете в сильную гравитацию, все физические процессы начинают течь медленнее, просто протекать. Все физические процессы идут медленнее. Соответственно, и как бы все биологические процессы в вашем организме тоже идут медленнее. А если более низкая гравитация, там все это происходит быстрее. Ну, вот, как-то, я надеюсь, вам... Разумеется, можно взять там ингредиенты для нафты, ну, свежие, да, там, у нас же органики, и отправить туда, потом назад, и уже свежая будет нафта. Но, теоретически, да, но если бы мы жили на поверхности какой-нибудь нейтронной звезды, возможно. Просто вот, я же говорю, на расстоянии 20 тысяч километров, да, у вас 45 микросекунд за сутки набегает. То есть, тот градиент, где вам нужно, чтобы за минуту в отсутствии гравитации, да, допустим, мы взяли где-нибудь там удаленный угол космоса, где вот нет массивных тел поблизости, да, посмотрели, как там течет время. Для того, чтобы разность хода времени составила хотя бы там в два раза, нам нужно прийти в зону, которая гораздо выше, чем гравитация на поверхности планеты Земля. То есть, чтобы время шло в два раза медленнее, вы там просто не сможете выжить в тех условиях. Не надо, я отправляю тебе. Так, нет, смотрите, просто у нас здесь время идет, я же говорю, по сравнению с космосом, грубо говоря, на 45 микросекунд медленнее. 45 микросекунд. То есть, в день у вас, вы отправили вашу нефть, да, она там будет собираться, но если... Ну вот, я же говорю, ну вот, чтобы минута, а там год, это слишком большой перепад гравитации вам нужен. То есть, вы... Ну вот, послушайте, я же говорю, то есть, по сравнению с поверхностью планеты Земля, да, и в той точке, где быстрее всего, вот быстрее всего идет время, у вас будут микросекунды разница. Ну, то есть, как бы, не получится, то есть, ну, идея хорошая, но для этого нам нужно было с вами жить где-нибудь на поверхности, ну, там, нейтронной звезды, вот, тогда, может быть, еще что-то получится. Или там черные дыры, вообще бы отлично. Вот, если жить, ну, там, где-то, вот, непосредственно на окрестности с горизонтом событий, там, возможно, получилось, но мы там не выживем, к сожалению. Но идея хорошая. Запишите ее на всякий случай. Да-да, слушаю вас. Скажите, пожалуйста. Вот, в общей теории относительности есть принцип равенства гравитационной массы и инертной. Ну, инертной мы понимаем, примерно, что это такое. Вот, гравитационная масса. Смотрите, по этому поводу, да, вот, кстати, я сказал про ссылки, у меня вот возле каждого слайда есть ссылочка, да. Но я, в принципе, понимаю, что вам тяжело ее уловить сразу и по памяти переписать. А в, ну, во-первых, видео будет выкладываться, и там под видео в описании будет, у меня есть файл в Google Doc, где вот каждому слайду все эти ссылочки описаны. И это не просто ссылочки, это ссылки на оригинальные статьи, в которых описывается вот это событие. Да, и там есть, в частности, неплохая статья, которая мне понравилась по поводу вашего вопроса. Я думаю, вы ее прочтете, у вас все вопросы отпадут. Но суть в чем? Нет гравитационной массы и инертной массы. По большому счету, эти понятия были введены, да, вы можете найти в трудах Эйнштейна это упоминание, но это одно и то же. Нет никакой гравитационной инертной массы, есть просто масса, да, это характеристика количества вещества. И некорректно, вот в современном понятии физики, некорректно говорить о гравитационной инертной массе, есть просто масса. Масса инвариантна к преобразованиям Лоуренса, я не знаю, если. То есть, есть просто масса. Это ошибка в терминологиях при переходе, грубо говоря, из физики Ньютона в физику Эйнштейна. То есть, там были небольшие терминологические там разночтения, но по большому счету, по факту, нет никакой инертной и гравитационной массы, есть просто масса. Спасибо, Андрей, было очень классно. Спасибо.